Итак, первый вопрос надо в себе понять. Если, допустим, ты не женатый, надо понять, что меня движет сейчас создавать семью. Эта сила, которая меня движет, она какое счастье семейное мне создает? Или это чистые отношения, глубокие, нравственные, или это счастье того, что мы уважаемые люди рядом с ним, или это счастье того, что мы хотим просто нормально жить, или это счастье, которое вызывает во мне балдеж и наслаждение. Что самое главное? Что главное в моих отношениях? Потому что если ты поймешь главное, все остальное будет на втором месте. Понимаете, не бывает все главным, как вы, допустим, вопрос дали. А бывает все одинаково? Нет. Почему? Потому что ощущение счастья, оно всегда у человека вполне определенное. Что-то является основой. Понимаете, что-то является основой. От чего-то отношения отталкиваются. И поэтому круг общения тоже бывает разным. Вот смотрите, у меня к вам встречный вопрос. А бывает ли так, что люди, которые встретились на дискотеке, потанцевали друг с другом, потом точно так же встретились в храме и поговорили с друг с другом очень робко и глубоко? Вот именно, что такого не бывает. Если эти люди встретились на дискотеке, значит, в храме они уже не встретятся. А если увидят друг друга, им будет стыдно друг другу там подойти. Если они в храм ходят. Вот в чем вопрос. Потому что люди, которые встречаются на дискотеке, чаще всего в храм не ходят. Да? Есть разные дискотеки? И храмы тоже есть разные? Спасибо вам. Хороший вопрос. Люди могут потанцевать вместе и потом встретиться в храме. Бывают люди высокоразвитые. А в чем, по вашему мнению, высокоразвитость заключается? Она не отрывает, она очень классную тему сейчас развивает. Дайте ей возможность высказаться. Погромче. Она сейчас развивает тему. Говорит, что на самом деле развитость это не просто дискотеки. Там дискотеки бывают разные. Объясните, пожалуйста, нам, какие бывают дискотеки еще. И мы сейчас выясним ваши мотивы создания семьи. О каких вы танцах говорите сейчас? Я говорю о танце, как о выражении чувства себя. Но это не пошлые танцы. А какие танцы? Тоже танго. Танго. А где оно происходит? Не знаю, дескотеки. В праздном клубах сейчас огромная кальдина. Тихо, тихо, слушайте внимательно. Я сейчас хочу развить мысли. Вот смотрите, танго – это место, где вы встретились. Или храм. Если танго, то это вот этот центр, понимаете, где элитность и, как вы говорите, развитость главное в человеке. Развитость в данном случае имеется в виду развитость социальная. Не так ли? Что человек… Духовная развитость. И танго – это несовместимые вещи. Попытайтесь это понять. Духовно развитый человек не будет этим заниматься. Не можете со мной согласиться? Хорошо. 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 Допустим, музыкант будет танцевать. Там, допустим, танцор будет танцевать, музыкант будет играть. Но где он будет встречаться, если он высокоразвитый? А он комфортно себя чувствует только в кругу единомышленников, которые говорят о Боге, если вы говорите о высокоразвитом человеке. Мы говорим с вами сейчас о создании семьи, а не о том, что мы куда-то ходим и так далее. Мы можем куда угодно ходить. Где вы будете искать себе близкого человека, с которым вы сможете прожить свою высокоразвитую жизнь? Его надо искать, и искать где-то, понимаете? Или вы ищете на танго, или в храме, одно из двух. Попытайтесь это понять. Это означает как раз этот момент, где вы видите защиту, где вы чувствуете, что человек будет ваш, там или здесь. Выберите, это и будет вашим мотивом создания семьи, тем чувством, которое будет потом ваше отношение строить. Одни люди встречаются там, где говорят о Боге, и они видят, этот человек настоящий, я хочу быть с ним. Что? Правильно, правильно. И эти люди, которые не ходят только в храм, они будут встречаться на танго. Вы правы. И отношения у них будут именно такие, отношения светские, и они будут держать их друг друга вместе. Но те люди, которые ходят в храм не для того, чтобы ходить на танго, они будут другие отношения друг с другом строить. Попытайтесь это понять. Что танго – это светский мир, а есть еще более высокий мир людей, в котором люди не считают, что они с кем попало могут танцевать. об этом говорили уже. Вы не понимаете вообще! Я танцую с своей женой иногда танго. Но это не делаю в светских кругах. Почему? Потому что в светских кругах не принято танцевать танго только со своей женой. Чтоб вы знали. Если там танцуют танго, значит, ты можешь танцевать с кем угодно. Поэтому не я сочиняю сейчас, а вы сочиняете. Попытайтесь это понять. Что если вы танцуете танго, значит, это немножко другие отношения. Другие отношения. Попытайтесь это понять. Это отношения, в которых уже нет такой высокой чистоты. Конечно, не чувствует. Теперь у меня другой вопрос. Хорошо. Она не чувствует это. Но почему она со мной спорит? В чем причина? Потому что у нас нет культуры слушать человека. Нет культуры слушать того, кто хочет что-то сказать, дать знание. В этом проблема заключается. Мы не хотим слушать. В этом проблема.